Светлана Степановна, расскажите, пожалуйста, о вашем отце. Где родился, где жил, где работал, как все это дело было, что вот у вас осталось в памяти? Мой отец Степан Дмитриевич Передирей родился в станице Ивановской в 1909 году, 15 апреля. Значит, родился он в семье потомственных казаков, значит, он учился... В станице Ивановской, я так понимаю, родился, да? В станице Ивановской, да, в станице Ивановской. Значит, в свое время, ну, он, у него был дедушка, ну, дед, и он все время в детстве помогал ему, приучался труду с самого детства. От дедушки, да? От дедушки, от отца, вот это он приучался. Потом он пошел в школу, в школу, тогда была школа, реальное училище называлось, вот, это была Ивановская, там школа номер 18. Значит, он закончил это... В каком году он закончил школу? Сколько классов? Он закончил школу, в общем, он 9-го, где-то в 29-м. Ну, бог, сколько классов школу закончил? 4 класса. 4 класса, вот это реальное училище, да? Реальное училище, да, 4 класса, реальное училище. И потом, и потом куда он пошел? Потом он, это, работал, помогал родителям он... По хозяйству? По хозяйству, да. Потом он с 30-го по 34-й год, с 30-го по 34-й год он служил в этой, ну, в действующей армии, ну, в армии. В Красной армии, да? А кем он служил в армии, кем он был? Он был рядовой. Какие войска? Кавалерия, пехота? Трудно сказать сейчас. Да, даже не знаю. Он с 30 по 34 год служил. А потом? Потом он в 35 году пришел, потом закончил он сразу курсы тракториста, потом через год он курсы водителей закончил. Он ведь шофером был тогда. Потом в 35 году он женился. Мария Кузьминична, жена его. В 36-м старший сын родился у него Анатолий. В 38-м Олег средний сын. И вот я младшая дочь Светлана Степановна. В 41-м году я в мае месяце родилась. В мае месяце я родилась, а в октябре, он уже 12 октября, он ушел. Он добровольцем пошел или призвали его? Он добровольцем пошел. Ведь в их семье, я еще надо было сказать, в их семье трое детей было. Вот этот Степан, он старший был, средняя была, он был 1909 года, средняя сестра Евдокия 1912 года и Петр 1915 года. Петр, значит, Петр у них закончил, он закончил какой-то военный училик. Когда он шел уже на войну в 41-м году, у него уже было звание. Вот он на войне, там уже он командир батальона, у него было войны. Но он тоже, ну это может, надо было про Степана, а потом, может, про Петра. Значит, в их, когда вот это началась война, в июне месяце, они оба брата вот пошли в военкомат и сразу подали заявление, подали заявление идти на воевать. Петра сразу взяли, а этому Степану сказали, здесь нужно больше работать, вот это что же, там и уборка, и все, и вот летнее время. А в октябре и он уже ушел, прислали уже в октябре ему повестку, и он в октябре ушел. В общем, он позже с этого нанимался. А куда вы отправили, где он, куда воевать поехал он, куда, не знаете? Вот он, да, вот его отправили, он служил во 2-м дивизионе, написано, 1195-го полка резерва главного командования. Вот этот полк как резервный был или как он, и он вот служил там этим, он как водителем, и вот это у него было сзади, это пушка. Пушка, да. И вот он в Ростовской области он сначала был, он вот это в Ростовской области был, в этом в июле, буквально в июле, в конце июля, ну вот со средины или чуть раньше, не знаю в какой период. А потом вот это 9-го августа уже вот в Краснодаре он уже, это, с этой, и там пишут, что он, и там несколько, вот это с этой пушкой, ну в общем тоже он там же в Ростовской области. Потом вот это 9-го августа, вот когда началось, немцы атаковали Краснодар, и он, его, ну этот командир или как его начальник сказал, Степан, мы отходим, говорит, мы отходим, а ты нас прикрываешь, ты остаешься один и нас прикрываешь. Это, кстати, есть даже вот написано даже. И ты нас прикрываешь, Родина тебя не забудет. И вот он один остался, и вот это начался, когда бой этот, были, это, значит, он вот это, там, мотопехоту остановил, мотоциклистов, колонну мотоциклистов, потом прямую наводку он там еще расстреливал. Танк, он первый полностью уничтожил, а второй вот этот танк, он уже, это, который и его именно подбил, и Степана, который, ну в общем, второй, второй танк, он тоже его, как сказать, подбил, но это, и он вот это, ну. Ну, сейчас видите, Светлана Степановна, сейчас вот улица названа его именем, поставили памятник, вот сколько лет стоит памятник. Да, в 15-м году я приезжала на открытие, у меня с этого, с администрации было такое открытие. Мы сегодня там цветы возложим туда, значит, отторжественное все. Да, 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 мы привезли. И я крайне благодарен, что вот вы прибыли сюда к нам, вот мы максимально постараемся сделать, чтобы вам было приятно сегодня. Да, да, да. Здоровья вам. Да, да. Да, все, спасибо большое.